Мехабенский сказал, что вот его уже вот в зрелом возрасте научили петь, вот он брал уроки. Молодец, потому что Круз тоже не пел никогда, и вот недавно взял уроки пения и снялся в каком-то мюзикле, я знаю, где он сам поет. Он отказался от дубляра. Вот они там отказываются, а у нас масса-масса есть постановок, где дублируют профессиональные певцы-исполнители, и это всегда видно, потому что видно же, что голос чужой. Не совпадают, конечно. Так что с этим, это уже можно научить? Конечно. Я против того, что вы считаете, что мюзикл – это не наш жанр. Мюзикл – это наш жанр. Не российский. Артистов таких не готовили, вот в чем дело. Когда мы с фиклистовым Сашей были в Нью-Йорке давно, много лет назад, и смотрели «Король лев», Саша, воспитанник художественного театра, который чтит, и, как вам еще сказать, но я ярый представитель всего русского, и никакого, вот чтобы ничто не вмешивалось в эту русскую почву нашу, подлинную традицию, художественное воспитание. Он это все проповедовал, проповедовал, и в конце концов, мы пришли с ним вдвоем на мюзикл «Король лев». Это вы знаете, там же сумасшедший, так сказать, сценический просто успех этого мюзикла в том, что там поют, танцуют, играют в куклы, чего там только не делают. И когда он увидел, что один артист поет, играет характер какой-то, ведет безупречно куклу, сложенную по системе кукловождения, танцует, он открыл рот. И сказал, ну, какое это имеет значение, на какой сцене, на каком языке он это делает? Ведь не имеет это значения. Имеет значение, что он воспитан так. Кто сказал, что русский артист так не сможет сделать? Ну, вам легко говорить, потому что вы начинали как в кукольных театрах, да, собственно, это начало ваших... И музыкальное воспитание, которое я получил в Гнезденском учреждении. Да, вот поэтому вам все это близко. Давайте воспитывать всех тоже музыкально в кукольных театрах. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.